Всех приветствую, это программа «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. С вами Сергей Корзун и пока один Сергей Корзун в студии, хотя гостем нашим сегодня должен быть директор Института политических исследований Сергей Марков. Далеко завели Сергея Маркова, очевидно, политические исследования. Еще несколько минут назад он поднимался на лифте, раскрою некоторые секреты, но, наверное, взлетел слишком высоко, откуда уже до студии «Эхо Москвы» дойти особо невозможно. Что мы сегодня предложим вам из тем для обсуждения? Вы продолжаете нам ваше мнение сообщать по разным каналам связи. Например, смс-телефон 7985-970-4545, можете слать их. Есть у нас твиттер-аккаунт, который называется «Вызван», есть другие средства связи. Соответственно, ваши вопросы для сегодняшнего эфира мы ждем в нашей программе. Последний из вопросов, который пришел, от Ильи из Ярославской области. «Зачем Путину фильм о самом себе? Может, он в отставку собрался?» Скромно спрашивает Илья. Ну, этот вопрос, который Сергей Александрович, соответственно, я и задам, как только он появится в этой студии, сейчас уже появится. Давайте посмотрим, что мы еще и с тем посмотрим. На мой взгляд, главный вопрос сегодня – это высказывание Медведева. Сергей Александрович, как раз явление в студию, в прямом радио и телеэфире Сергей Марков, директор Института политических исследований со своим особым мнением. Ну что ж, давайте, собственно, и начнем с вопроса, который я уже задал, от Ильи из Ярославля. «Зачем Путину фильм о самом себе?» А что он в отставку собрался, спрашивает, заинтересовался наш слушатель. Удалось уже посмотреть этот фильм, который еще не выходил о Путине, который снимался в режиме интервью? Оттуда же утечки какие-то были из этого фильма? Либо вам не показывали? Нет, нет, нет. У нас не было никакого закрытого просмотра, так сказать. Будем смотреть со всем народом вместе. Значит, ну, я думаю, что не Путин же заказывает. Я думаю, что... Кто заказывает фильм о Путине? Раскрыть. Послушайте, ну, есть какие-то, и возникают там идеи, люди выходят с этой инициативы, и, знаете, я думаю, что, наверное, когда Путин сомневался, стоит, не стоит, да, но принял решение, может быть, по чем-то просьбам, друзья, так сказать, какие-то просят лоббировать, может быть, по политической инициативе, по политическим мотивам. Впереди же большие политические битвы. Все понимают, что вот эта бойня на Украине, гражданская война, развязана Западом целью свержения Владимира Путина. Закон избранного президента и очень популярного. Интересная мысль от вас, от первого, между прочим. Ну что, это достаточно известный... То есть, как с Украины, там свергнуть Путина, гражданская война? Ну, понимаешь же, все прекрасно. Конечно, это гражданская война, госпереворот, бойня, все затеяно для организации подобного же госпереворота в России. И Украина выступает просто жертвой. И, значит, в таком, из нее тренируют бультерьера, вы знаете, для того, чтобы загрызть какого-то интеллигента, идущего по парку, я бы сказал так. Ну, вообще, выращивали их поколениями, это там выведение пород собак, в том числе бойцовых. Ну, да, тренировок, да, мы все знаем все это. Поэтому, конечно, впереди политические... Ну, не скрывай же, бюджеты большие выделены, прямо говорят, на воздействие на парламентские выборы 2016 года, которые пройдут в декабре. Все будет так или иначе, вот эта политическая борьба... Вопросы не слезаем. Тогда вопрос от Вовы Баранова, который пришел до программы. Вы начали, я продолжу. Господин Марков, равен ли ВВ Путин России? Больше ли он России? Меньше ли он России? Или Путин это и есть Россия? Ну, странный вопрос. Конечно, Путин значительно меньше России, да? Значит, Россия включает в себя 145 или 147 миллионов человек. Кроме этого, Россия включает в себя огромные культурные, экономические богатства, которые произведены этими людьми. Кроме этого, Россия включает в себя многие десятки поколений, тысячу веков практически, вглубь туда. И Россия, между прочим, включает в себя и будущих людей, будущих граждан России, будущие свершения. Гагарин это тоже Россия. А Путин в России это что? Ну, Путин, с моей точки зрения, кстати, сказать, роль Путина в учебниках истории будущих будет примерно следующая, что это человек, который сыграл очень важную роль в выведении России из очередной смуты. Российская история пережила несколько смут. Ну, то есть это... Вы считаете, что смута у нас закончилась, да, вот, временно? Ну да, смута, безусловно, закончилась, да. А началась когда тогда, просто чтобы понимать, о чем вы говорите? В 91-м? Ну, примерно в 91-м, да. Потому что смута связана не с политической борьбой, смута связана не с тем, что люди выходят на митинги и демонстрации. Это не смута, понимаете? Люди имеют полное право выходить на митинги и демонстрации. Политическая борьба это норма для живой страны, да. Смута – это распад государственных институтов. Смута – это когда человек простой, не гарантирован, его могут ограбить, отобрать его квартиру, собственность какую-то и так далее. Подождите, вы считаете, что это все кончилось? Это не начинается? Смута – это свидетельство о том, что отжим собственности, квартир, перед кризисом. Не у простого человека, не у простого человека. Простые люди, более-менее сейчас, это там миллионеры друг у друга отжимают. Они всегда, в любой стране, значит, друг друга отжимают. Речь идет о том, что простой человек, да, он сейчас не во власти банд, как это было в основном в начале серии 90-х годов, ну, отчасти даже к концу, так сказать, это осталось. Вот Владимир Путин прекратил очередную смуту. Другая смута была связана с революцией, которая свергла царя, значит, потом пришло, так сказать, там, как мы знаем, менялась власть несколько раз, и гражданская война, и так далее. Ой, так далеко не будем заходить. Не-не-не, это очень важно, так сказать. Вот фигура Владимира Путина стоит в ряду людей, которые прекратили эту смуту, как до этого избранием Романовых, так сказать, тоже прекратилась очередная смута. Это его роли в истории. У него еще и следующая роль, может быть, следующая роль. Вот одну роль он уже сыграл, он уже сделал огромное дело для страны. А теперь у него другая роль – выполнить функцию русского Деголя, вывести Россию из такого достаточно слабого состояния борьбы, грязни элит друг с другом, когда население тоже не очень может воздействовать на самом деле на ситуацию, и создать работающую, эффективную модель современного государства и современную экономику. Деголь ушел, когда проиграл референдум. Путин тоже уйдет, когда проиграет референдум? Кто его знает? Я не знаю. Возможно, и так, кстати, Деголь ушел достаточно неожиданно, проиграв референдум. В общем-то, мелкий референдум. Вопрос с доверием. Это верно. Но, знаете, бывает, колеблется тогда немного народное давление. Доверие большинство специалистов считает о том, что Деголь ушел рановато, ему можно было бы еще немножко побыть у власти. Но, в принципе, большую историческую роль Деголь реализовал. Он создал современное, высокоразвитое французское государство, экономику, и Франции вернулся в разряд великих мировых держав. И ему за это аплодисмента такая же сейчас историческая задача стоит перед Владимиром Путиным. Тогда наши американские коллеги не были против возвращения Франции в этот разряд великих держав, поскольку нужна была Франция, она была частью антисоветской большой антикоммунистической коалиции. Сейчас Россия, очевидно, ведет себя независимым образом, и поэтому имперский центр силы, он пытается все это сорвать и не дать Путину реализовать вот эту задачу. И те, кто сейчас выступают против Путина, большей частью эти люди являются марионетками имперской силы. У них колониальное сознание, антидемократическое сознание. Сергей Марков, особое мнение, вернемся через пару минут. И сегодня гость программы Сергей Марков, директор Института политических исследований. Давайте договорим чуть-чуть. Евгений из Пензы написал, Шарли тоже расстреляли, чтобы свергнуть Путина? Нет, Шарли расстреляли, чтобы, ну, как бы, в рамках борьбы радикальных, экстремистских кругов с обществом свободы и толерантности в Европе. Это достаточно очевидно. А почему реакция была такая в России, мягко говоря, неоднозначная? Ну, вы знаете, у нас другая модель взаимодействия. Я, кстати, уже неоднократно высказывал, что мне кажется, что Франция будет вынуждена двигаться к российской модели. Конечно, не признавая это традиционно. Значит, модель заключается... Чем наше отличие от французской? У нас, во-первых, есть некоторое, по сути дела, неформальный такой запрет на слишком радикальные высказывания и действия провокационные в отношении традиционных религий. Кстати сказать, это не только традиционные, признанные православия, катарицизм, буддизм и ислам, но это ещё и катарицизм. Это ещё и различные основные динаминации протестантизма. Тоже, если кто-то будет там сильно наезжать на протестантизм, тоже его здесь пригасят. Иудаизм не упомянули. А иудаизм, извините, ну, конечно, иудаизм тоже, да. Значит, без сомнения. Без сомнения пригасят, да. И кроме этого у нас ещё закон о запрете, вот оскорблении чувств верующих и так далее. Это тоже часть этой модели. У нас запрещено делать какие-то действия или высказывания, которые очевидно провоцируют миллионы людей на радикальный ответ. И вторая вещь, которая у нас тоже есть, мы, может быть, меньше обращали внимания, но она не менее важная. У нас государство не самоустраняется от происходящих в религиозных общинах. Проще сказать, государство участвует в выборах религиозных деятелей. Зачастую неформально. В результате... Религии и государства у нас сливаются, совмещаются. Государство перестаёт быть светским, говоря языком Конституции или нет? Оно сохраняет светский характер, да, но оно как бы всё-таки в какой-то мере переплетается с рядом ключевой конфессией, у которых есть миллионы привержек. Так что защиты чувств неверующих у нас не будет никогда, на ваш взгляд. Это для России исключено. Ровно, ведь защита чувств неверующих – это то, что вывело французов, в частности, как элемент свободы слова на улице. Вы знаете, я вообще считаю, что свобода высказываний, да, она тоже должна быть, безусловно, обеспечена, защищена. Но это не свобода чувств неверующих. Я вообще полагаю, что вот моё личное мнение, что смеяться можно надо всем. Это безумные сумасшедшие люди, которые, значит, по поводу шуток, они как бы перевозбуждаются там и так далее. Это тоже вот нужно как-то нам отработать эту, кстати, европейцы тоже этим заняты, отработать эту модель. Всё-таки шутки позволены над любым вещем. Издевательства, наверное, не позволены. Мы же понимаем, что есть граница, когда мы над товарищем компании подшучиваем, или как бы когда мы над ним издеваемся, тем самым оказываем на него психологическое давление, провоцируем и так далее. Вот это тоже разница, она в законе чётко не очерчена. Кодифицировать сложно, да. То, что орган там порубал, да, в капусту или что. Да-да-да, совершенно верно, совершенно верно, да. Вот такие вещи трудно зачастую, так сказать, сделать, но мы должны уходить от идеи, что всё возможно описать в законе. Это правовой идеализм, это не совсем так. У нас это во многом доминирует, потому что он два главных начальника юриста, да. Тогда нам суд нужен, если в законе не всё прописано. Но суд само собой должен, с этим никто не спорит, да. Суд тоже, что же он, президент там против, что ли, тоже. Суд должен толковать в сторону человека, а не в сторону власти. Ну, конечно, да. Но вот это вот очень важная вещь. В рамках исламской уммы французское государство устранилось, в результате там верх взяли радикальные силы. А наша государство не устраняется, оно прямо участвует в этих внутриисламских делах и помогает умеренным победить радикалов. Я уверен, что сейчас после этого Шарли и Бдо, значит, тайне буквально французские какие-то специалисты ездят к нам и изучают это, потом всё в французские спецслужбы. Как сделать так, чтобы в исламской уме верх взяли умеренные люди? Вот это важнейший элемент нашей модели взаимодействия государства, общества и религий, которая, я думаю, является оптимальной. Кстати, легко увидеть о том, что отношения между христианом и исламом в России одни из лучших в мире. У нас много недостатков в стране, вы знаете, но у нас есть и вещи, которые очень хорошие. Я и другие вещи могу сказать хорошие, которые у нас лучшие в мире. Поговорим ещё. Сергей Марков в особом мнении. Дмитрий Медведев, премьер-министр, выступает сегодня в Думе. Посчитал, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было единственным возможным и правильным. Кто бы сомневался, сравнил возвращение Крыма, который и так, в кавычках, всегда оставался нашей землёй, с падением Берлинской стены, возвращением КНР Гонконга и Макао. Расширите вот эту линейку, с чем ещё вы бы сравнили возвращение Крыма? Ну, согласен, насколько я помню, Дмитрий Анатольевич. Полностью согласен Дмитрий Анатольевич. Здесь всё достаточно простая вещь, так сказать, демократическим путём. Народ воссоединился в условиях, когда, значит, власть в Украине была захвачена ультернастолитической хунтой, которая использовала фашистские методы для борьбы с оппонентами. Он продолжает использовать фашистские методы. Знаете, я знаю прекрасно о том, что там многие люди чуть ли не с судетами пытаются сравнить. Знаете, в чём принципиально? Да, сравнение разное есть. Знаете, я вам скажу, в чём принципиальнейшее отличие. Вот, в Германии, Чехословакию. Чехословакия была демократическим государством, а Германия диктатурой военной, полицейским государством. Значит, а здесь... Жду аналогия уже, жду аналогия России-Украины. Россия, без сомнения, является значительно более демократическим государством, нежели Украина. Вот как. В Украине сформировано полицейское государство, военная диктатура. При этом, это очень интересная вещь, я, кстати, вот работаю над Сочной... Некоторые думали наоборот, что раз выборы там более свободные, то и более демократическое государство. Не, не, но там же выборы... Не надо быть жертвами пропаганды, так сказать, собственной. То есть, сменяемость власти, это не важный элемент. В Украине президент и премьер-министр назначаются внешним управляющим, некий центр внешнего управления, который назначил, что-то исполняющий обязанности будет Турчинов, который приказал Турчинову начать военную операцию. Это теория Загрова избирательного. Да не теория Загрова, послушайте, какая теория Загрова? Да вы что? 14 апреля приезжает директор ЦРУ, отдаёт, встречается с Турчиновым, отдаёт им приказ, и 16 апреля Турчинов начинает воинскую операцию. Какая теория Загрова? Послушайте, если я говорю... Директор ЦРУ кладёт бюллетени избирательные. Послушайте, если я говорю о том, что... Когда наступает май, то с большой вероятностью снега не будет. Это тоже, что ли, теория Загрова? Послушайте, посмотрите, солнце светит, значит, постепенно будет снег таять. Это не теория Загрова, это рациональное сознание. Люди и избиратели кладут бюллетени в урны. Дают, правильно. Но при этом объясняю. Смотрите, вот парламентские выборы, которые там прошли, за три дня до выборов блок Арсения Яйценика, самый радикальный, экстремистский, проамериканский, получает 9% по всем избирательным бюллетеням. А блок Лешко 20%. В день выборов, значит, вдруг у Арсения Яйценика не 9, а 23%. У Лешко отобрали 10%, чуть немного отобрали у Порошенко. И при этом вы говорите, что это свободные выборы. Посмотрите, коммунистическая партия запрещена, партия региона практически запрещена, 100, 100 штаб-квартир сожжено. Послушайте. Я обращаюсь в данном случае не только к вам, как собеседник, но и к аудитории Эхо Москвы. У вас свои мозги-то есть или нет? Включите их, если они у вас есть. То есть, факт того, что в Украине создано полицейское государство, которое проводит политику государственного терроризма, которое подавляет политических оппонентов, убивает их прямо на глазах у всех, которое разгромило несколько политических партий, запретило их, разгромило оппозиционные средства массовой информации, которое проводит жесточайшую гибельскую пропаганду. Этот факт, столь же очевидный, как весна в марте, апреле, мае в нашем северном полушарии. Брэк, второй перерыв. Продолжим через 2-3 минуты. Сергей Марков в особом мнении. Напомню, что сегодня в программе особое мнение Сергей Марков, директор Института политических исследований. Еще довольно много тем осталось. Давайте тогда... А можно я скажу сейчас фактически... По поводу. Да, по поводу того, что мы говорили, так сказать, характера политического режима в Украине. Не договорили еще раз? Да, 2-3 очень. Громко было, все услышали. 2-3 очень. Значит, он напоминает иранские наибольшие степени. Дело в том, что вот в Иране политическая конкуренция и свобода разрешены на тех, кто признает законы шариата. А все, кто не признают законы шариата, а они практически, их политические права подавлены. И поэтому есть иллюзия того, что в Иране полностью свободный выбор. Они не вполне свободные. Они свободны только для части общества. Между ними там есть конкуренция. Остальные подавлены. То же самое в Украине. Там есть свободы политической конкуренции для тех, кто признает, что Украина должна быть обязательно врагом России, и что должно быть подавлено все русское и российское. И что применимы любые методы террора против политических оппонентов. Подождите же, Путин сказал, что мы один народ, он русских и украинцев. Неделя-то в России не так. Да я не делю. Те, кто не признает присоединение Крыма, они разве могут участвовать? Ну, конечно, они единый народ. Вы понимаете, когда были под немецкой оккупацией, тоже были полицаи, тоже была часть нашего народа. Нет, я имею в виду Россию. Вы говорите об Украине, а я пытаюсь о России. Один народ, Путин, сказал... Согласен, абсолютно. С ним большинство согласны, а единый народ. Так у нас так же, если не признаешь присоединение Крыма, значит, не участвуешь в политической жизни? Да нет, пожалуйста. У нас как раз участвуешь в политической жизни. Поэтому у нас свободное демократическое государство. А в Украине еще раз повторяю. Вот те, кто согласны, что Украина должна быть врагом России, должна быть, да. Значит, что все равно русская и российская, когда думаете, вытравленная, да. Значит, и что применимы методы политического террора по отношению к тем, кто это не согласен, да. Вот для них участие в выборах, для них СМИ, ну, политические права не в полной мере, но более-менее обеспечены, как и в Аране. Кто против этого, кто с этим не согласен, их политические права подавлены. Поэтому политическая система там сформировалась, очень похожа на иранскую, правда, с одним небольшим отличием. Иране самостоятельная политическая система, США, конечно, в Украине, конечно, является хунтой еще и марионеточной. То есть, имеется в виду, что ключевые решения принимаются не украинским политикам. Что за ключевые решения? Кто, может быть, президент, он назначен американцем? Кто премьер-министр, и будет ли нет война? Давайте вернемся сюда. Вы об Украине, а вы все-таки в России. Я вот о России хочу. А в России, конечно, они бегут сюда. Вот я сегодня... Так называемая пятая колонна, она может оставаться? Не надо ей никуда выезжать? Нет, конечно, должна оставаться. Это наши граждане, и их права тоже должны быть обеспечены без сомнений. Но вот я сейчас, как я вам уже сказал, что вот отсюда я еду там, забираю одного из беженцев, один из очень видных украинских журналистов, под угрозой убийства тоже вынужден бежать со своей семьей. И мы его, так сказать, будем селить в Москве, искать ему работу для того, чтобы он мог выжить, а не погибнуть, как Олесь Бузина или Олег Калашников. И это явная характеристика вот этого политического террора, который там происходит. Что касается нашей пятой колонны... Убийства Бориса Немцова тогда уже, да. Что касается убийства Бориса Немцова, я считаю, что там такая же точно модель, как с убийством Олесь Бузины, что он убит украинскими спецслужбами. Значит, ну, с разными целями, а часть, кстати, чуть-чуть похожими. Значит, я полагаю, что, значит, Борис Немцов, кстати, сказать, убит неамериканцами. Это безусловно. Это даже удивительно, да, от вас слышать это. Нет, я работал с американцами, я просто знаю, что там американцы не могли принять решение не по причинам гуманизма, да. Они согласны там с тем, что это недочеловеки, там в Донбассе, так сказать, их можно убивать, и недаром сейчас американские, как мы знаем, советники, учат неонацистские батальоны, лучше убивать. И, кстати, вот эти учения, которые там начались, они будут вписаны навсегда позором в американскую историю. И с вами те, кто принял решение, еще, может быть, на скаме подсудимых, американцы даже окажутся. Значит, но, извините, я сбился, так вот, по бюрократическим причинам невозможно в американской системе принять решение об убийстве проамериканского видного политика, которым, без сомнения, был оборез Немцов. А украинские спецслужбы с СБУ и батальон МВД, это давно превратились уже в крупнейшие в Европе террористические организации, на их совесть огромное количество убийств, сказать, поэтому они могли принять это решение. Олег Бузина убит был, многие считают, для сейчас подавления, страха и так далее. Вы знаете, я вот так не считаю, что он был убит для страха. Я полагаю, что отчасти это тоже было в виде политической провокации. К сожалению, я думаю, что там два варианта. Либо он убит был неонацистскими бандами, просто которые в союзе с властями действуют, либо он убит был украинскими спецслужбами с целью создать, проверить, насколько реальный продвинуть в обществе, что это сделали российские спецслужбы. Если бы это удалось им это сделать... Сакральная жертва. Не-не-не-не, нет, не сакральная жертва, другой совершенно вариант. Если им удалось бы это сделать, тогда последовал бы массовый теракт с целью, значит, уже ввода войск натовских на территорию Украины полномасштабного. Я полагаю, что они там готовят нечто вроде взрыва в метро, так сказать, киевского, имеется, что спецслужба Украина готовит. Либо взрыва атомной станции, либо обстрела украинской территории из какой-то мощных артиллерийских реактивных систем. Стрелков не преступник, который признался, что он открыл этот конфликт. Стрелков! Стрелков! Такого типа, когда ехали антифашисты в Испанию бороться с фашизмом. Точно так же поехал Стрелков бороться с фашизмом в Украине. Нажал распусковой крючок войны в Украине. Человечество. Вы послушайте, что вы говорите, Сергей Викторович. Человечество прославляет таких, как Стрелков, которые боролись, интернационалисты боролись с фашизмом в Испании, либо во Франции и так далее, в других каких-то странах. Видит Бог, я вас спросил, вы ответили мне на этот вопрос. Конечно, конечно, это герой, так сказать, в честь которого будут школы называться на Украине. Снизим. Понимаете? Снизим тон. Наверняка будет в свое время школа названа в честь Игоря Стрелкова. Вот именно под этим именем он вошел. Так вот, я так говорю. Значит, но украинский народ, надо дать ему должное, остановил вот эту провокацию украинских спецслужб. Потому что украинский народ отказался верить, что убийство Олега Бузины организовано российскими спецслужбами. Все социологические опросы показывают, что порядка 70-80 процентов отвергают эту версию. Я думаю, что в результате все вот эти террористы, которые называются Аваков там, я не знаю, Наривайченко, они будут вынуждены отказаться от этого сейчас сценария. Сергей Марков на Красную площадь с Украины возвращаемся. Депутатам Мосгордума, если вы знаете, предлагают запретить каток и торговые павильоны на Красной площади, особенно в связи с празднованием там 9 мая. И вообще вот это совсем не здорово. Давайте ее лучше. Это я так продолжаю мысли, развивая ее. У меня тоже воображение иногда работает. Нет, покроем ее какими-нибудь там сакральными булыжниками, и по этим булыжникам будем запрещать ходить. Мне кажется, глупость это. Почему? Глупость это. Российское общество, российское государство. Они там объединяются, они там переплетаются. Российское государство представлено в виде Кремля, достаточно грозного, сурового. И российское общество такое вот торговое, расцветающее, веселящая часть. Это всегда было на протяжении многих веков. Красная площадь была во многом торговая площадь. Мы убрали же при строительстве гостиницы России, все убрали. Мы помним, что в 90-е годы там были и торговые ряды, и что там только не было. Значит, да, там такие маленькие шалманчики. Может быть, это правильно такие вот, такие грязные всякие киоски убрать, да? Но то, что в принципе, так сказать, это там должно быть открыто для общества, чтобы люди могли приходить туда веселиться, в том числе кататься на коньке, что концерты там должны проводиться. Это, мне кажется, очень-очень хорошо. Для этого была создана эта Красная площадь. Для того, чтобы там только парады проходили. Парады тоже должны проходить, но не только чтобы парады. Поэтому я думаю, что москвичи выскажут свое слово о том, что в дни священной памяти о наших предках и нашей победы, типа 9 мая, они должны освобождаться. Кстати, наверное, я думаю, на 31 декабря, 1 января тоже должны освобождаться, чтобы люди могли прийти и отпраздновать там Новый год. А в основном они должны быть переданы различным рода интересным проектам, которые могли бы пригласить на это огромное пространство десятки тысяч москвичей, где они могли бы повеселиться и знать, что сердце России принадлежит россиянам. О внутренней политике несколько слов. Вслед за Оксаной Хедмитриевой группой товарищей Андрей Крутов, Иван Грачев покидают справедливую Россию. Оппозиция объединяется. Это другое сообщение. Что вы об этом думаете? Есть ли у политической оппозиции системной или внесистемной какое-то будущее, особенно учитывая относительно скорые парламентские выборы в России? Ну, вы знаете, мы видим, что выборы сейчас пройдут в сентябре. Ну, я думаю, что губернаторские на них с большой вероятностью углушительной победы будет достаточно партии власти, потому что... Ну, где не пройдут, нас не все губернаторы избираются. Все хотят, между прочим. Все хотят подать в отставку, чтобы быстрее избраться, когда власть популярна. Значит, что касается парламентских, я думаю, что, ну, конечно, на первое место выйдет коалиция Единой России, возможно, с какими-то другими они объединят коалицию. Это с кем? С коммунистами или с зеленовцами? Не, 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 вряд ли. А кем? Справедливые родственники были самые... С общественными организациями, прежде всего. Народный фронт. Каким-то, да? Ну, Народный фронт, как один из вариантов, как общество ветерана, там, что-нибудь такое. Ну, большие общественные организации. Коммунисты имеют хороший шанс, ЛДПР имеет всегда, так сказать, шанс, вот и сколько хоронили. С праворосцами. Кстати, обращаю внимание, что у ЛДПР происходит смена поколений. Там есть интересные щеприяды очень молодых, ярких ребят. Справедливые России им сложнее будет, особенно после ухода Оксаны Дмитриевой, которая достаточно яркий человек. Всех нас интересует прозападная позиция. Сможет ли она преодолеть барьер, по-моему, 5% у нас сейчас. Объединенная позиция, скажем так, да? То есть, вы об этом облоке Касьянов, Навальный. Прозападная. Касьянов, Навальный, да, то есть, то, что на базе РПР Парнас и незарегистрированные партии Навального. Мелкие группировки, так сказать, там, да. Я, кстати, у себя там в Фейсбуке провел такое голосование. Как их лучше назвать, эту оппозицию? Ничего хорошего не имею представителя. Я решил называть прозападной наиболее точно. Называть ее демократической, это позорище, конечно. Потому что это, конечно, все, кто не судил жесткое преступление Киевской хунты, не имеют права называться демократами. Поэтому Касьянов, Навальный не имеют права называться демократами. Сначала о суде преступления Киевской хунты, госпереворот, там, после этого можно еще подумать, так или это, или нет. Ну, я думаю, что шансы какие-то у них есть, но пока... Ну, понимаете, люди, которые говорят, что Крым, нужно выйти в море крымчан, отдать послать хунты. Что вам говорить с ним? В программе особое мнение. Нет у них больше чего. Спасибо вам всем, счастливо.